400 тысяч подписчиков и миллионы, миллионы просмотров от автора канала, который ранее никогда не снимал видео и не занимался продвижением видео и вообще не был на ютубе, а работал на заводе. Это реальная жизненная история автора канала Киноляп. Сегодня узнаем, как набрать подписчиков от реального автора, у которого очень, очень лояльная аудитория и очень качественный продукт. Меня зовут Кирилл Евсеев, на этом канале мы обсуждаем, как снимать видео и как продвигать ваш ютуб канал, поэтому подписывайтесь и жмите на колокольчик. Дмитрий, вот если бы вы сейчас начинали свой канал, который был бы не таким вот большим, но исходя из своего опыта, или только начинали, давайте разделим этот вопрос на два. Если бы вы только начинали и хотели бы набрать первую тысячу подписчиков, или если бы у вас уже была бы эта тысяча подписчиков, но хотели бы набрать еще 399 тысяч, вот, что нужно в первом случае и что нужно во втором? Ну, как бы, я бы хотел начать, наверное, с ошибки. Первая ошибка, которую я совершал, это я покупал рекламу у других блогеров. То есть, на самом начале этапа, да, как бы тот заработок, который шел мне с канала, я тратил на рекламу, на покупку рекламы. И я скажу, что это бесполезная, ну, как бы, трата денег, скорее всего, ну, в большинстве случаев своим. Потому что сам YouTube раскручивает намного лучше и больше. То есть, в самом начале, как бы, я бы всем порекомендовал, ну, это развиваться. То есть, лучше вкладывать деньги в себя, в развитие. В развитие, то есть, чем купить у какого-то блогера рекламу, лучше купить у него консультацию. Это будет намного полезнее, потому что эта консультация потом вам, как бы, с опытом, с одной, вторая, третья консультация, она у вас отложится в голове. И потом вы начнете делать лучше контент, и YouTube сам уже будет рекомендовать вас, раскручивать ваши ролики, ваш канал. И это будет намного продуктивнее, то есть, это останется навсегда. А реклама просто у другого блогера, это, как бы, разовый эффект, и не всегда он удачный. Ну, это такой вопрос, да, как бы, для самых, наверное, начинающих, у которых еще не хватает знаний того, как продвигать и в какую сторону двигаться. Хорошо, а вот какие-то такие вот очевидные шаги, что сделать, чтобы получить первую тысячу подписчиков? Как набрать первую тысячу подписчиков? Сразу нужно постараться зацепить те темы, которые популярны сейчас. То есть, в самом начале, получается, первый приток зрителей и просмотров, он будет идти из, как бы, когда популярную тему цепляешь, ты, получается, своим роликом цепляешься к другим популярным роликам. Ну, если в моем случае, то у меня обзоры на мультфильмы и фильмы. То есть, выходит какой-нибудь популярный фильм, и нужно просто брать и делать контент, и стараться над этим контентом. То есть, делать хороший контент на популярную тему, которая популярна сейчас. Когда канал уже больше растет, тогда уже можно будет варьировать и с темами, которые менее популярны, и делать обзор на них. Но в начале, в самом начале, делать на что-то популярное. То есть, ну, как и, можно сказать, делают большинство других блогеров, которые обозревают, к примеру, какие-то новости на ютубе. Они просто берут популярные конфликты или что-то популярное на ютубе, что происходит между другими блогерами, и что сейчас набирает хайп. Так они набирают свою первую аудиторию. Ну, как бы, я тоже порекомендовал бы начать с чего-то популярного, а там уже... Ну, то есть, грубо говоря, следить за трендами и следить за теми темами, которые сейчас набирают больше просмотров на каналах более крупных и которые сейчас у всех на слуху, за новостями. Да, ну, в той тематике, в той тематике, которую канал зрители будут вести. То есть, у меня тематика фильма и мультфильмы, у других тематика, например, какая-то другая. Например, игры, может, у кого-то, например, не игры, а те же самые конфликты на ютубе или новости про блогеров. Ну, вот, у каждого в своей тематике просто смотреть, что сейчас актуально, что сейчас это вот обсуждает большинство. Дмитрий, а как думаете, а что бы вы посоветовали людям, которые вот... У меня достаточно большое количество людей оставляют комментарии, что у них уже канал развит, много роликов, много они выпускают, но не могут вырваться за 10-20-30 тысяч подписчиков. Вот дальше чувствуют, что что-то не работает, что-то не происходит, что-то не срабатывает. Ну, я бы сказал, что, скорее всего, когда первая масса появилась, ну, как бы еще до 10 тысяч подписчиков можно пробовать экспериментировать с форматами. То есть, пробовать, ну, как бы направление немножко менять. Потом уже, когда больше, направление менять тяжело. И нужно посмотреть, какой зритель пришел. Если набралось первая масса, там, первые 20 тысяч подписчиков, то нужно посмотреть, какой это зритель, понять этого зрителя и что он ждет от тебя. То есть, если ты можешь дать то, что ждет зритель, и у тебя получится это дать, и ты, как бы, готов это давать, и у тебя, ну, как бы, будет развитие, тогда можно, получается, это вот, ну, продолжать. Если ты видишь, что ты не готов давать ту информацию или тот контент, который ждет зритель, который уже пришел, как бы, как бы это, ну, не знаю, может, плохо или тяжело звучало, то начать новый канал. Просто начать новый канал. Вот моя тематика такая, что я в начале своего развития, когда только начинал канал, моя тема была, что я хотел делать киноляпы на фильмы. Я и начал делать киноляпы на фильмы. То есть, делал-делал киноляпы на фильмы, но потом просто попробовал сделать киноляпы и на мультфильмы. И первые ролики на мультфильмы у меня начали набирать, я где-то полгода делал на фильмы, ну, примерно это. Начал делать киноляпы на мультфильмы, и ролики начали значительно больше набирать. Я начал чередовать фильм-мультфильм Потом я вижу, что фильмы набирают В 3-4 раза меньше просмотров, чем мультфильмы И зритель начал Именно с мультфильмов И просто меня как бы Если бы я хотел дальше на фильмы делать То я понял, что на этом канале уже не получится Потому что люди пришли, которые смотрят мультфильмы То есть я продолжил дальше делать мультфильмы И как бы пошел рост Один мультфильм у меня потом выстрелил Это старый мультфильм, ну как старый, относительно старый Зверополис, который был, он у меня очень хорошо выстрелил И с одного мультфильма, вернемся к теме, если покупать рекламу, то есть я покупал рекламу, я не помню, сколько я потратил, но в районе 30 тысяч, ну, российских рублей, я потратил на, в общем, на рекламу. И за эти 30 тысяч, ну, мне примерно пришло, ну, подписчиков, ну, тысяч 5-10, буквально говоря. Но с одного ролика Зверополиса, который у меня удачно вышел, я его выпустил, получается, в момент, когда он вышел, ну, в прокат, я набрал, если я не ошибаюсь, около 50 тысяч подписчиков с одного ролика. То есть там много было просмотров и много подписчиков, то есть потому, что мне попало, как бы, в колею, в тренд, ролик завирусился, и пошли просмотры. То есть, как бы, и после Зверополиса я понял, что, как бы, фильмы у меня уже смотреть никто не будет. Ну, и мне нужно было принять решение, либо продолжать с мультфильмами контент, либо что-то делать с фильмами. Я продолжал с мультфильмами, но пробовал какие-то вносить, киногрехи пробовал делать на фильмы, пробовал я делать обзоры мультфильмов, топы мультфильмов, как снимали фильм, кто озвучил мультфильм, и все вот это, что я делал, оно значительно меньше было по просмотрам, популярности, чем мои именно киноляпы. То есть зритель, который ко мне пришел, он конкретно пришел смотреть киноляпы на мультфильмы. То есть я понял, что если я буду делать киноляпы на мультфильмы, будут просмотры, зритель будет идти. Если я буду что-то делать другое, то, увы, нет. Если я кардинально захочу поменять формат, то я знаю, что мне, скорее всего, придется создать новый канал, и это будет намного продуктивнее, чем перенастраивать своих зрителей, которые на моем канале. Ну, это хорошая, интересная идея, на самом деле, потому что, и даже в какой-то степени неожиданная, потому что многие авторы каналов боятся, боятся уже тех, даже тех, у которых есть большое количество подписчиков, боятся как бы заново проходить этот путь, потому что он очень нелегкий, заново запускать свой канал. Ну, второй раз он легче будет. Ну, наверное, можно, да, перетянуть с одного канала на другой. Ну, даже опыт, просто сам опыт, он у человека остается, и потом ему просто будет легче развиваться. Ну, примеров там много. Даже тот самый Николай Соболев когда-то делал пранки, а сейчас он, получается, открыл второй канал новый, и намного, как бы, со свежими силами рванул еще сильнее, еще быстрее и больше. То же самое может получиться и у многих, то есть они закроют свой старый канал, откроют новый, и на удивление они просто, как бы, за короткий промежуток времени могут рвануть еще сильнее, с новыми силами и с новыми знаниями, можно сказать. Ну, я бы, может быть, хотел бы дать небольшие советы тем начинающим блогерам, которые вот только-только начинают. То есть самое главное, это, ребята, что не останавливайтесь. Если вы себе цель поставили, путь свой задали, идите, идите на пролом до конца, и всегда получится. Развивайтесь, саморазвивайтесь и не останавливайтесь. YouTube любит регулярный контент, то есть не забрасывайте, а если начали делать, если приняли для себя решение, то делайте на регулярной основе. Вот я, когда только начинал, я принял для себя решение, что один ролик в неделю я буду делать. И как вот три года, примерно, примерно три года я вот сейчас киноляпы делаю, на протяжении трех лет практически без сбоев раз в неделю, что бы ни случилось, заболел или прогулял, но раз в неделю выпуск должен выпустить плохой, хороший, но обязательно. То есть регулярность, поставили себе цель, и идете вперед, и обязательно что-нибудь получится. И не бойтесь экспериментировать, не бойтесь создавать новые каналы, если не получилось на одном. И все получится обязательно. Подписывайтесь, чтобы не пропустить ответы на вопросы, сколько времени уходит на производство качественного обзора на мультфильм, как получить заказы на рекламу, помогает ли медиасеть, а также поговорим, как работает поисковая оптимизация, теги и описания, как дружить с конкурентами, на примере канала, у которого более 400 тысяч подписчиков Народный киноляп, в следующем выпуске уже скоро.